Мольчуровщик Шульте 5026 предназначен для ухода за пастбищами, скашивания и измельчения пожневых остатков, таких как стебли хлопка, кукурузы подсолнечка, стерни и пшеницы и донника, обработки сидеральных паров в качестве зеленого удобрения и кустарников диаметром до 51 мм, в агрегате с тракторами мощностью не менее 120 л.с. Технологический процесс мульчирования осуществляется следующим образом. При движении мольчуровщика скашиваемый материал срезается и измельчается за счет высоких оборотов, 1000 оборотов в минуту, установленных фиксированных вращающихся противорежущих ножей. При вращении ножей создают область разрежения, придавливая измельченную массу и распределяя ее по всей ширине захвата мольчуровщика, тем самым создавая на поверхности поля слой мульчи, который способен впитывать и задерживать влагу. Мольчуровщик агрегатируется с трактором, оборудованным валом отбора мощности с диаметром хвостовика 44 мм и количеством шлицев 20 штук, что вызвало определенные затруднения при проведении агрегатирования с трактором Т-150, хвостовик которого был на 8 шлицев. Рабочая скорость получена 7,8 км в час. Производительность за час основного времени составила 6,23 гектара в час, а смену эксплуатационного 5,11 гектара в час. Удельный расход топлива за сменное время составил 3,3 кг на гектар. Однородность измельченной массы по длине резки 60,5%. На измельчение стеблей пшеницы затраты мощности энергосредства составили в пределах 70 кВт. Качество измельчения и распределения также зависят от скорости движения агрегата. Чем выше скорость, тем хуже качество измельчения и распределения измельченного материала. Основными узлами и агрегатами мульчировщика являются корпус, состоящий из центральной двух боковых секций, прицепное устройство, оборудованное стойкой, имеющий беступенчатую винтовую регулировку по высоте. Такой опоры при соединении аммульчировщика к любому трактору не вызывают затруднение. Редукторы приводов рабочих органов в количестве 5 штук и одного редуктора равных угловых скоростей. Защитные ограждения в виде коротких круглозвенных цепей и резиновых лент. Вращающиеся ножи плавающего типа в количестве 20 штук, а также фиксированные противорежущие ножи. Регулируемые по высоте стойки колес центральной боковых секций. Габаритные размеры изделия в миллиметрах длина 5680, ширина 8240, высота 1260. Габаритные размеры агрегата в миллиметрах длина с трактором 11400, ширина 8240, высота 3190. Масса изделия в основной рабочей комплектации 3680 килограмм. На скашивание и измельчение подсолнечника рабочая скорость составила 7,9 километров в час. Средняя высота среза получена 8,9 сантиметра. Производительность за час основного времени составила 6,25 кг в час. А смена эксплуатационного 5,12 гектаров в час. При удельном расходе топлива за сменное время 3,2 килограмм на гектар. Однородность измельченной массы по длине резки 66%. На измельчении стеблей подсолнечника затраты мощности энергосредства составили в пределах 70 киловатт. При прохождении мульчировщика по стерне, образованной жадкой при уборке подсолнечника, и имеющей наклон против входа машины, качество измельчения улучшалось. Качество измельчения по фракционному составу также неоднородно, не зависит от плотности измельчаемого материала. Субтитры создавал DimaTorzok На измельчение дикорастущего кустарника мощности двигателя трактора Т-150К недостаточно, для выполнения технологического процесса при самой низкой скорости движения. Поэтому измельчение проведено за два прохода. Первый на высоту среза 36,6 сантиметра с рабочей скоростью 3 километра в час. Второй на высоту среза до 12 сантиметров с рабочей скоростью 3,6 километра в час. При этом на первом проходе двигатель трактора перегружается и работает с падением оборотов коленчатого вала до 1880 оборотов в минуту. При втором проходе коэффициент загрузки двигателя составляет 0,91. И в обоих случаях потребляемая мощность агрегата составила более 90-110 киловатт, что превышает значение мощности рекомендуемой руководством по эксплуатации трактора. Распределение измельченного материала по ширине захвата машины на всех видах работ неравномерно и в большей степени получено по левому крылу из-за направления вращения лезвий. Рассмотрим мульчаровщик как ротационную косилку с точки зрения безопасности эксплуатации. Трактор Т-150К в агрегате с мульчаровщиком в транспортном положении имеет хорошую развесовку, то есть одинаковую нагрузку на передний и задний мост. Мульчаровщик имеет обозначение транспортных габаритных размеров спереди и сзади, светоотражающими наклейками. Место смазки обозначено наклейками с указанием периодичности смазки. Рабочие органы мульчаровщика 5 роторов, по 4 ножа в каждом. Частота вращения роторов от 800 до 974 оборотов в минуту. В работе мульчаровщик представляет опасность для окружающих и оператора, так как возможен выброс камней, продуктов измельчения или в аварийной ситуации частей или элементов разрушившихся конструкций. Во время работы мульчаровщика руководство по эксплуатации запрещает выход оператора из трактора до полной остановки ножей и нахождение посторонних лиц ближе 100 метров. Для безопасности механизатора кабину трактора желательно оборудовать металлической защитной сеткой. Все возможные опасные ситуации подробно рассмотрены в руководстве по эксплуатации при соблюдении указанных мер безопасности и с разумным подходом к работе. Эксплуатация мульчаровщика безопасна. По качеству выполнения технологического процесса на всех видах работ мульчаровщик удовлетворяет требованиям подготовки поля для последующих технологических операций лущения, дискования, отвальной и безотвальной вспашки и т.п. В процессе работы наблюдалось накопление измельчаемого материала на верхней части корпуса мульчаровщика, который не влияет на проведение технологического процесса, но требует очистки в конце смены. По эксплуатационно-технологическим показателям и надежности выполнения технологического процесса мульчаровщик соответствует требованиям руководства по эксплуатации. На момент проведения заключительной технической экспертизы все узлы находились в работоспособном состоянии, поэтому техническая экспертиза проведена без разборки узлов. При наработке 58 часов деталей узлов, не выдержавших испытаний, не выявлено. Механических повреждений корпус не имеет, подшипниковые узлы вращаются без заеданий, подтекания масла гидросистема не имеет, повреждения краски не наблюдается, износ вращающихся лезвия незначительный. Мульчаровщик пригоден к дальнейшей работе без ремонта. Мульчаровщик может найти применение в хозяйствах, которые занимаются сидеральными парами, понравится хозяйствам, имеющим большие посевные площади под подсолнечек или кукурузу, а также в технологии Ноутил.